Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Полторы тысячи обращений граждан, 56 уголовных дел, из которых 48, раскрыли по горячим следам. Такой выдалась минувшая неделя у люберецких полицейских. Кроме того, Евгений Романцев в своем докладе акцентировал внимание на недавних случаях сообщений о закладке взрывных устройств. За последнее время, сами видите, две недели подряд идет анонимное минирование торговых центров, больниц, школ. Обращаю внимание, еще раз доведите своих вахтеров, охранников, которые у вас берут мобильные телефоны. Если это всех касается, если проходит звонок, незамедлительно сообщайте правоохранительному органу. Также на совещании обсудили вопросы, касающиеся нехватки полицейских кадров и отсутствия участков на территории Люберецкого округа. Эту проблему было принято решать через губернатора Московской области. После о состоянии дел у люберецких огнеборцев доложил начальник гарнизона пожарной охраны Павел Иванов. За прошедшую неделю подразделения пожарно-спасательного гарнизона осуществили 29 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации трех пожаров. Что касается работы спасателей, в ночь с пятницы на субботу произошло ДТП с гибелью человека. Автомобиль Ford наехал на ограждение, на отбойник. В результате чего произошел пожар, погибла молодая девушка 90-го года рождения. Кроме того, на прошлой неделе состоялся смотр дорожной техники. По словам специалистов, соответствующие службы готовы к зиме. На базах есть необходимый запас реагентов и смесей. К холодам подготовлен и весь жилой фонд, так же, как и социальные объекты и ресурсоснабжающие организации. Несколько слов по программе «Мой подъезд». Всего по программе, напомню, 1298 подъездов. За прошедшую неделю закончен ремонт еще на 34 подъезда. К работе идут согласно графику. На сегодняшний день выполнен ремонт в 1002 подъезда. Это 77% плана. В Люберецком округе входные группы не только ремонтируют, но и оформляют художественно. Такой креативный подход в этом году коснется 28 подъездов муниципалитета. 26 из них уже готовы. В свою очередь, Дмитрий Баранов рассказал о том, что накануне в Доме правительства Московской области прошли дополнительные дни защиты проекта в премии «Наши Подмосковья». Дополнительными днями защиты воспользовались 79 люберчан. Итоги премии 2017 станут известны в начале ноября текущего года. Также на заседании стало известно, что в городском округе продолжается работа по обеспечению доступной среды для маломобильных групп граждан. На ряде улиц укладывают тактильную плитку и устанавливают специальные заниженные бордюры. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.